Это заканчивается такая мудрая шутка в этой газете. Она заканчивается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. В общем-то, очень легко доказуемо. А если не одного отказа, то она соответствует? Здесь можно еще сказать, что как минимум 10 из 10. Если есть отказы, то совершенно точно идет введение в заблуждение, потому что здесь, по сути, содержится косвенная 100% гарантия предоставления займа. Нет, там нет звездочек, там просто можно подойти поближе, почитать. Но там, по сути, раскрывается информация только о компании. Справа тоже достаточно частые нарушения. Это как раз серия рекламы Freight of задачin. Но здесь нарушение не девушки с перчиком, а в том, что указано просто название организации, но не указана организационно-правовая форма. А наименование состоит из двух частей. То есть, если вы просто пишете «ромашка», то это штраф 100 тысяч. Если вы пишете «общество с ограниченной ответственностью ромашка», то это, в общем-то, соответствует требованиям. Что касается специальных требований, то это... Основное из них, если у вас есть хоть одно условие, которое влияет на размер полной стоимости кредита или займа, то должны быть указаны все остальные условия. Это маркетологам, наверное, большого смысла пытаться сделать нет. Это проще сразу нагрузить этим юристам, чтобы они развлекались и писали то, что нужно. Но проблема в том, что количество этих условий, особенно если этот кредитный продукт не микрофинансовая организация, а полноценный и банковский продукт, может быть достаточно велико. И чтобы это было читаемо, это где-то, наверное, одна треть рекламной площади точно будет занимать. И вот с этой точки зрения указывать все эти условия, возможно, не самое лучшее решение. И лучше использовать какие-то, ну вот, как вариант справа, даём деньги сразу, или быстрые кредиты, или ещё какие-то такие привлекающие внимание, но не содержащие процентов и сумм рекламные объявления, касающиеся ваших рекламных продуктов. Ну, здесь просто как вопрос, как вы думаете, с вашей точки зрения, вот с учётом того, что мной было сказано, соответствует эта реклама? Не читаем эти. Требованиям законной рекламы? Да, но здесь, во-первых, нет совершенно верно наименования организации, паспорт с двумя С, ну это отдельный кредит, и не уверен, что он в рамках закона о рекламе, но... Поиска не указана. Да, даже не указаны, в принципе, все существенные условия, влияющие на размер ПСК. То есть, если отсюда брать от 3 до 20 тысяч от 1% в день и срок, и оставить только там деньги за 15 минут, то, в принципе, будет всё терпимо, нужно будет добавить только наименование организации. В таком варианте это явное нарушение, это, в общем-то, опять же, реальная реклама, которая есть в сети интернет, здесь не наше изобретение. Проще проценты написать. Ну, я про это, в общем-то, пытался сказать, что проще не указывать то, что... Если вы указываете, например, выгодно, вот такие вот формулировки... Если вы указываете просто там выгодно, быстро и так далее, деньги здесь, это нормальные формулировки, они не влияют на размер дохода потребителя. Что касается лучшей проценты всех формулировок, первые, лучшие и так далее, здесь важно учитывать, да, что нужно доказать или каким-то образом аргументировать, почему вы лучше. Если можно, закончу, это последний слайд, и после этого ответы на вопросы. По особенностям отдельных видов рекламы, они, в общем-то, могут преломляться, но, фактически, здесь еще коллега о них чуть подробнее расскажет, но общее требование сводится к тому, что если... Во-первых, должно быть всегда наименование, даже в радиорекламе вы должны сказать, что это ООО «Ромашка». И второе требование, если вы указываете что-то, что влияет на размер дохода потребителя, то есть сумму процента, то здесь всегда нужно указывать и то, что влияет на расходы потребителя. Из радиорекламы еще то, с чем мы столкнулись у микрофинансовых организаций, некоторые из них очень активно используют различные мелодии советских мультиков, когда песня из бременских музыкантов, и говорится о том, что сейчас у вас будут займы или еще что-то. Здесь имеет смысл еще обратить внимание на соблюдение авторских прав, потому что это отдельное развлечение, которое тоже может стоить очень дорого, если вы используете чьи-то исключительные права без соответствующего разрешения. С учетом ограниченности времени, наверное, я на этом позволю себе закончить. Если есть какие-то вопросы, то замечания, протесты, еще что-то. Уточнение там...